Ещё вопрос по формуле распределения благ. Если каждому по заслугам перед обществом, то приоритет будет у режиссёров и актёров. А если каждому по труду, то это будет самая оптимальная, самая лучшая формула. Да, тоже видел этот комментарий, интересный. И вообще автор этого комментария, видимо, невнимательно слушал предыдущий эфир, так как я как раз подробно и рассказывал и про одну формулу, и про другую. Что касается формулы распределения благ от каждого по способности, каждому по заслугам перед обществом, то я не понимаю, почему именно автор выделил заслуги артистов и режиссёров. Неужели по разумению автора заслуги режиссёра перед обществом выше, чем заслуги, например, инженера-авиаконструктора? Или врача, который спасает жизни? Действительно, да. Или опять же заслуги перед обществом того же актёра, каким образом могут быть выше, чем заслуги перед обществом пограничника, который защищает, охраняет внешние рубежи нашего государства. То есть как бы непонятна логика автора комментариев. И если уже продолжать вообще саму систему, построение системы вот именно такой социалистической идеологии, то есть на переходе на социалистическую идеологию, то как раз именно с такой формулы распределения благ, то есть каждому по заслугам, то сами коэффициенты распределения благ согласно каждой профессии должны будут обсуждаться обществом. То есть и общество уже должно определиться. Режиссёру такая-то надбавка, артисту такая-то надбавка, врачу такая-то, военному такая. То есть у каждого будет своя градация, скажем так. То есть государство предложит список надбавок таких к каждой профессии. А общественный совет, который как раз должен будет собраться для цели обсуждения такого списка, то есть цели даже его принятия, скажем так, в который, кстати, войдут пропорционально все слои общества, чтобы это было справедливо, должен этот совет как раз принять вот эти самые надбавки, либо опять же отправить их на доработку обратно. И это будет продолжаться именно до тех пор, пока эти коэффициенты по распределению благ внутри всего общества не будут устраивать каждый слой общества. Что касается формулы распределения благ от каждого по способности, каждому по труду, то опять же я достаточно подробно в предыдущем эфире все это разъяснил, что эта формула распределения благ была адекватна именно своему времени. И в настоящий момент, сейчас она работать эффективно не будет. Я рекомендую автору еще раз пересмотреть прошлый эфир. Субтитры сделал DimaTorzok